Говорит и показывает Москва. 19-20 апреля стартовала вторая пятилетка спортивной лиги группы компании «Трансмашхолдинг». Шестой сезон масштабных корпоративных игр объединил более трех с половиной тысяч сотрудников заводов и компаний ТМХ и членов их семей из разных регионов России и впервые прошел в легендарных Лужниках. Очень нравится, что мы в этот раз в Лужниках. Это почетно. Мы вчера болели хоккей за наших и футбол. То есть очень интересно. Будем участвовать, тренироваться и стремиться к победе. В течение двух дней на площадках крупнейшего спортивного комплекса Европы шли соревнования по мини-футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике и шахматам. Вместе с новым рекордом массовости и географии участников расширилась и программа спортивных игр. И самое главное, здесь не было соперников, ведь все участники чувствовали себя практически родными людьми, представителями одной большой семьи. У нас дружелюбная атмосфера, дух соперничества, конечно, присутствует, но мероприятие корпоративное в первую очередь, и мы все здесь делаем одно общее дело по большому счету. Мы популяризируем спорт в первую очередь, и так как работаем в одном холдинге, то считаемся, можно сказать, одной большой семьей. Сборная команды Тверского вагоностроительного завода по традиции приняла активное участие в спортивной лиге ТМХ. Более 70 спортсменов в форме с эмблемой медведя выступили во всех семи видах корпоративных игр. Вагоностроители упорно тренировались, чтобы достойно выступить на соревнованиях за родной завод и весь Тверской регион. Великолепно на свежем воздухе выступили легкоатлеты, собрав коллекцию из шести медалей по дублю каждого достоинства – два золота, два серебра и две бронзы. Первое золото нового сезона в копилку ТВЗ завоевал мастер производственного участка вагоносборочного цеха Кирилл Коряшкин. До этого в прошедших сезонах он несколько раз становился серебряным призером. И вот проклятие «Вечно» второго рухнуло в лужниках. Кирилл в упорной борьбе с разницей в сотые доли секунды вырвал победу в финальном суперспринтерском забеге на 60 метров. Победный почин Кирилла поддержала Ярослава Феофанова. Девушка выиграла забег среди женщин на 400 метров. На дистанции 1600 метров среди мужчин вторым финишировал слесарь механосборочных работ Алексей Гультяев – один из самых стабильных спортсменов ТВЗ. В каждом сезоне он приносит команде медали. Здесь, да, посмотреть, если более такая домашняя атмосфера. Все не рубятся друг с другом, а все болеют, поддерживают друг друга. Ну, можно сказать, да, что это больше не спорт, а именно, ну, праздник. С новым командным рекордом финишировала обновленная эстафетная четверка вагона строителей. Ярослава Феофанова, Максим Соловей, Екатерина Постникова и Кирилл Коряжкин пробежали 4 по 200 метров за одну минуту 54,8 секунды. Этот результат позволил Тверскому квартету войти в тройку лучших. Серебром и бронзой копилку сборной ТВЗ пополнили и юные легкоатлеты, соответственно, Иван Караваев и Ярослав Бабешин. В общекомандном зачете по легкой атлетике вагоностроители заняли второе место среди 20 сборных. У нас на заводе проходили отборочные забеги на дистанции 400 метров на километр. По результату сформировали команду на лигу, расставили ребят на нужную дистанцию и спринтера, в принципе, отобрали в эстафету. После легкой атлетики были разыграны награды в дебютном шахматном турнире спортлиги ТМХ и первый блин принес сборной ТВЗ бронзовую медаль. Третье место среди юношей по своей возрастной группе занял представитель семьи тверских вагоностроителей Николай Пантелеев. На этот раз на подступах к пьедесталу остановились представители ТВЗ в четырех из пяти командных видов спорта. Футболисты одержали победу в принципиальном матче четвертьфинала над земляками из КСК, забив два красивых гола в ворота друзей соперников. Но затем в упорных матчах потерпели два поражения подряд и остановились на четвертом месте. На этой же позиции итогового протокола финишировала баскетбольная дружина. Возможно, для более результативной и эффектной командной игры баскетболистам не хватило лишь присутствия тренера Галины Анисимовой, которая на этот раз не смогла поехать в Москву по личным обстоятельствам. С пятого места в дебютном турнире на малой спортивной арене Лужников стартовала хоккейная сборная ТВЗ. Для начала результат вполне достойный, и себя показали, и посмотрели на соперников. Тем более на такой легендарной площадке, где в разное время резали коньками лед звезды мирового и отечественного хоккея. Шестое место в итоговом протоколе заняла смешанная команда по настольному теннису. Триумфатор прошлогоднего весеннего этапа спортивной лиги ТМХ. В новом сезоне конкуренция заметно возросла. При этом из розыгрыша за медали тверских теннисистов выбили, пожалуй, самые принципиальные соперники из Брянского машиностроительного завода. Почему-то нам всегда попадает Брянск. А это очень сильная команда, это наши постоянные конкуренты, с которыми мы всегда боремся и всегда боролись первые и вторые места. Но в связи с тем, что команда прибавилась, жеребьевка, получилось вот так. Больше всего своей игрой порадовали волейболисты. В новом сезоне поединки у сетки проводились только среди смешанных команд. На площадке должно было находиться не меньше двух женщин. И если раньше вагоностроители становились победителями и призерами спортлиги ТМХ, то на этот раз, хочешь не хочешь, пришлось менять чемпионский состав. Компанию мужественным волейболистам составили очаровательные волейболистки. И девушки, как минимум, игры не испортили. Дебютный смешанный состав одержал уверенные победы в групповых матчах и в двух поединках на вылет. Лишь в финале за первое место вагоностроители потерпели поражение и стали обладателями серебряных медалей. Осенью приедем и докажем, что мы лучшие. Вместе со спортсменами радость побед и горечь неудач разделили болельщики Тверского вагоностроительного завода. Три буквы ТВЗ горели на всех матчах с участием вагоностроителей. Дополнительной энергией заряжали барабаны, трещотки и дудки. И дружный клич болельщиков ТВЗ-ТВЗ то и дело гремел над лужниками в центре столицы. Уже не первый год приезжаем сюда. Это уже такая хорошая традиция. Праздник для всей семьи с дочками, с подругами, с коллегами. Завершился весенний этап первого сезона новой пятилетки спортивных игр ТМХ по традиции феерической церемонии награждения. На главной ледовой арене лужников красочное шоу устроили фигуристы и маскоты всех команд участников сезона. После этого на сцену поднимались главные герои соревнований – победители и призеры. Среди них и спортсмены Тверского вагоностроительного завода. В церемонии награждения принял участие генеральный директор ТВЗ, председатель Тверского регионального отделения «Союз Маш России» Артем Авелян. Весенний этап завершен, но сезон только начался. Итоги старта второй пятилетки спортлиги ТМХ по традиции будут подведены осенью. Тогда и узнаем, кто лучше из лучших. Мы приглашаем всех в семью ТМХ и говорим о том, что мы лучшие, мы вольные, мы мирные, мы сильные. ТМХ, команда ТМХ, победителей, нет никаких проигравших. Мы все большая, дружная семья. Мы первые и лучшие. ТМХ, победителей, нет никаких проигравших. ТМХ, победителей, нет никаких проигравших.